Друзья мои, всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик, с вами Витёк на связи. Ребята, YouTube-канал про свалку, про всё то, что можно на ней найти, как это дело удачно продать на барахолочке и про людей, которые живут на свалке. Ребят, сегодня пятница, я приболел всю эту неделю, но у меня в запасе есть для вас классный видеоролик. Мой друг Женя, Женя, привет тебе! Бывал в Германии и посетил для нас с вами барахолочку, снял небольшой обзор. Собственно говоря, про это сегодня и хочу вам показать видосик. Завтра уже суббота, ребята, я, несмотря на то, что простывший, масочку на нос, гриппинчик вовнутрь и еду на барахолку. Всем желающим приезжайте, будем знакомиться, будем пить чай, кофе, будем общаться, надеюсь, что будет круто. Всё, приятного просмотра! Самое интересное, мне же для ролика, для барахолки немецкой, надо же твои ощущения, комментарии, что-нибудь расскажи вообще. Как, нам там просто, ну мне так точно там не побывать. Максим, ты можешь побывать на немецкой барахолке? Могу. Ну вообще, можешь или нет? Могу. А я вот не могу, я, Женька, был уже, он там всё видел, я у него прям интервью сейчас беру. Будет ролик у нас с немецкой барахолки. Жги. На самом деле, на той, на которой я был, там было не так много товаров, как здесь можно найти. Ну и они там, как я говорил, кочующие. Барахолки? Да. И конкретно та, на которой был я, она, ну, совсем мелкая была. И у них сейчас там время фестивалей, и я не попал на большую, там супер какая-то супер барахолка. Вот я на неё хотел попасть, но из-за фестиваля она перенеслась или отменилась. Ну вообще, товар какой-то редкий такой, эксклюзивный. Можно было что-то найти, да, я там подснимал что-то, не знаю, там ставишь или нет. Можно было найти что-то, но, к сожалению, из-за того, что я не знаю язык, я не спрашивал, сколько стоит. А я только хотел спросить, немцы торгуются? Торгуются. Торгуются? Торгуются активно, да. Мы спрашивали там на товары, на какие-то, ну, которые видно, что будут недорогие, там с 5 евро скидывали там до 3, до 2 евро без проблем. Нормально. Ну всё, погнали смотреть твою барахолочку. Заходим на немецкую барахолочку. Она здесь, как оказалось, кочует. Каждый раз в разном городе. И об этом сообщается заранее. Вот сегодня она здесь, в красивом месте, сзади гора. Сейчас зайдём, посмотрим, что здесь продают. Как женщина. Начинается со шмоток. О, и тут чем-то похоже на столы Беларуси. Здесь пока такое из неинтересного. В отличном состоянии. Бронза. 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 Такая синяя штуковина стоит 3 евро. Все посвешено. Дерево. Нормально. Такая синяя штуковина. Целая коробка этих. Какая-то щетка. А, это похоже на пылесборник какой-то. Такой посвечник. Ну, какая свеча. Это в ней столько много фитилей. Зеркало 128 евро, но очень винтажно и красивое. А, я не понимаю. 39 евро все. Тут ценники есть. Прикольно. Прикольно. Наши галки. Пуста одежда, но новая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В основном недорого. Цены, вот то, что спрашивали, не превышало 5 евро. Причем люди, продавцы активно торгуются. С 5 до 3 легко скидывают. О, какие деревянные блюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ай, да-да-да, чуть не забыл, друзья. Давайте подведем итоги сбора средств Лени на квартиру, ребята. Ну и что касаемо Лены и квартиры, я выздоравливаю. В понедельник мы с ней поедем к ееному, как этот он называется, не участковый, инспектор. Инспектор узнавать, как же ей быть дальше. Вот. И нам совсем чуть-чуть осталось дособирать денежков на квартиру. Ну а в целом все супер. Смотрите видеоотчет. Всего уже удалось собрать 341 белорусский рубль. Попробуем еще раз на стриме, а дальше своими силами. Ну что, дорогие мои, надеюсь, вам понравилось. Вы зацените видос лайком, комментарием, кто может репостом. С вами был Витек Мусорщик. Не унывайте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok